Приветствую вас, уважаемые друзья в социальных сетях, и приглашаю в свою скромную студию ARK TV в Ютубе, где подавляющее большинство друзей и подписчиков со мной на одной украинской волне. И поэтому надеюсь, что большинство опять-таки из вас, конечно же, знают этого мило улыбающегося человека, достаточно назвать его имя, фамилия Виталий Коротич. И этим, как говорится, многое сказано. Сегодня я в своём блоге на сайте от Шурика, как его называют, по обе стороны океана, но этот «Динамо Киев Юэй» написал публикацию о Виталии Коротиче с благодарностью. И рубрику «По волнам нашей памяти» избрал, потому что это, с моей точки зрения, естественно, наиболее точно. Я процитирую его имя широко известно не только на постсоветском пространстве, но и за рубежом. К примеру, мнение почётного члена Академии литературы и искусства ценится в Соединённых Штатах Америки, где, напомню, он единственный из советских редакторов средств массовой информации, награждённый американским «Оскаром», как в ту пору главный редактор «Огонька» в годы, ну, так называемой, перестройки. Так вот, сегодня, 26 мая 2024-го, Виталию Алексеевичу Коротичу исполнилось 88 лет. Дай-то Бог ему, как говорят, до 120-ти. И, уважаемые друзья в социальных сетях, Я не сомневаюсь, что многие из вас, конечно же, для каждого он свой. Я ему очень благодарен за то, что Виталий Алексеевич, как говорится, просто вдохновил меня на написание моей первой в жизни книжки, которая называется «Два сезона». И он сказал, что если она будет издана, когда мы с ним встретились, он готов написать предисловие к ней. И написал. Кроме того, Виталий Алексеевич написал предисловие и к моей книжке, рукопись которой уже после заключённого договора отказались издавать в Москве. В знаменитом издательстве «Физкультура и спорт». Потому что тогда, вот был как главным редактором этого издательства, пришёл работать некто Винокуров, обозреватель в своё время футбола, хоккея, советского спорта. И он мне, как говорится, глаза в глаза сказал, «Ну, Редеви, ну вы же понимаете же, Лобановский никакой не тренер, он просто жулик, которому, в общем, умеет распоряжаться деньгами, Щербицкий ему помогает». Вот в таком тоне. «Но никуда это, как говорится, не пришьёшь, потому что разговор один на один в его кабинете, как говорится, глаза в глаза впрочем». Я забрал рукопись, не согласился вносить правки, и книга увидела свет в Киеве. В 1991 году она была издана. А вот в Киеве же уже в 1998 году была издана моя книга, которая называлась «Динамо Киев. Возрождение». Ну и здесь, конечно же, тоже один из главных действующих лиц Валерий Васильевич Лобановский и его подопечные, включая и обладателя золотого мяча Андрея Шевченко. Это получил он, естественно, позже, уже играя в «Милане». Но в 1997-1998 это была великолепная команда. И вот здесь, я думаю, на те, которые знают, узнают, конечно же. Вот Шевченко, вот он. Здесь, а это Юрий Калитвинцев, в ту пору капитан Киевского, «Динамо Киевского клуба легендарного команды и сборной Украины». А в 2009 году моя книга, которая называется «Эра Лобановского», было издано, представьте себе, в Санкт-Петербурге, ну, для многих людей это по-прежнему Ленинград, кто любит ту пору, так сказать, и себя в молодости, это всё понятно. И к этой книге, это уже по традиции, предисловие написал Виталий Алексеевич Коротич. И вот, как я вам сказал, вот сегодня о Виталии Коротиче с благодарностью, но я дам ссылку и почитайте. Там, как говорится, понеслось комментарии, где он и такой, и сякой, и внесен он в такую, в общем-то, не совсем приятную ситуацию, когда очень многие комментаторы об этом говорят, что он вот оказался предателями такими-сяким. Ну, дело в том, что Виталий Алексеевич, который сегодня, повторяю, отметил свои 88 лет, вот, слава Богу, он живёт, здравствует под Москвой его дача. Ну, вот Виталий Алексеевич участвовал, и об этом я написал, и напишу ещё, Бог даст, как он помогал, к примеру, Олегу Блохину, когда тот решил играть на Западе капиталистическом, как говорили в ту пору, и подписал контракт с одними из австрийских клубов. Это тоже отдельная история. Ну, вот в комментариях, а их уже не с числа, вот Виталий Алексеевич подписал, вот видите, жёлтые уже странички, и он написал предисловие, когда к моей первой клишке, это выходит уже, вот эта подпись поставлена, 48 лет тому назад, и в этом предисловии он сказал, что он думает о болельщиках, о киевском «Динамо», вот, и о вашем покорном слуге. Здесь, вот в этой публикации, есть его предисловие. А в 2020 году, представьте себе, я вот два сезона с обширным предисловием, специально написанным, переиздал на державней мове, и она была издана, и редактировал тогда, вот, украинский текст сам переводил. В ту пору, молодой писатель ещё, вот, Роман Котляр, надо отдать ему должное, делал это он довольно скрупулёзно, и, конечно же, много внёс своего такого творческого труда при переводе. И вот я сегодня в этой публикации привожу несколько фрагментов из своего специально написанного предисловия и переведенного на ритмную мову сегодняшнего именинника Виталия Кротыча Боце, украинский поэт, публицист, политический деятель. И главное, действительно, милостью Божию, с моей точки зрения, главный редактор Огонька, ну вот два сезона, переизданном на украинском языке. Вот это вы видите памятник погибшим динамовцам во время Великой той, Великой Отечественной войны, Второй мировой, на стадионе «Динамо» он стоял, это обложка моей книжки «Два сезона» и Виталий Кротич, вот он ещё тогда подписался, лауреат республиканской комсомольской премии имени Миколы Островского. И вот сегодня этот материал увидел свет 26 мая 2024 года на Шурике, повторяю, одним словом дам ссылку, и вы его прочитаете. Ну вот здесь уже, я сейчас взгляну, вот уже 30 комментариев, причём такие, так сказать, что его внесли вот в базу миротворец. Одним словом не буду в данном случае, это точки зрения разные, естественно, и каждый имеет, слава Богу, в нынешней независимой, действительно демократической Украине, каждый имеет, высказывает, без всякого опасения, свою точку зрения. Ну и здесь уже 30 комментариев. Дам ссылку, будет желание, Бога ради, прочитайте. А это я хочу вам сказать. Вот тоже, естественно, на украинской волне. Вот есть программа, это, конечно, многие наверняка узнали, но тогда ещё другая немножко прическа, Дмитрия Гордона. И вот у него есть программа в гостях у Гордона. Я сейчас, если не подведёт моя техника, Бог даст, не подведёт. И я включу начало этой программы, это не будет нарушение, я думаю, авторских прав, потому что мы в данном случае ничего не преследуем, никаких корыстных, упаси Божий, интересов нет здесь. Ну, просто я хочу, чтобы вы послушали интервью Дмитрия Гордона с Виталием Коротичем 2000 года. Давайте, смотрите, слушайте. Сегодня у нас в гостях Виталий Алексеевич Коротич. Замечательный украинский поэт, легендарный главный редактор в Сесвита и Огонька, лучший редактор мира 1989 года, просто замечательный человек. Виталий Алексеевич, до 1987 года ваша жизнь была тесно связана с Украиной, с Киевом. И тесно связана. Ну, 51-х лет жизни вы прожили здесь, и вдруг поменяли и место жительства, и судьбу. С чем это было связано, и как вы решились на этот шаг? Понимаете, это очень сложный, долгий разговор, но дело в том, что в 86-м году, в феврале, Щербицкий пригласил к себе группу писателей для того, чтобы поговорить, кто будет руководить Союзом писателей Украины. Это демократические выборы, но у нас страдали демократические выборы и предварялись тем, что решили, кто будет демократически избран. Когда он с нами разговаривал, там было человек 5 разных писателей, Гончар, Загребельный, я, кто-то еще, он сказал, ну, ты-то в Москву едешь. У меня никаких планов насчет этого не было. Щербицкий сказал, Коротич, Щербицкий сказал, Горбачев говорит, отдай мне Коротича. Вот это было где-то, наверное, нет, это было, да, где-то вот так вот ранней весной или поздней зимы 86-го года. Потом я несколько раз подряд вызвали в Москву, а потом я начал пытаться остаться здесь. Украина поразительная нация, поразительная республика была. Она была тем интересна, что она никогда никого у себя не удерживала из тех, кого Москва хотела забрать. Отсюда забирали певцов вообще, даже футболистов иногда, которых любил Щербицкий больше всего. Позже помощник Щербицкого в Рублевске писал о том, что он спросил даже у Щербицкого, нужно ли меня пускать к нему на прием, по элику я рвусь, к нему на прием, что он меня отбил. Щербицкий сказал, нет, не надо. Я побежал к Ивашко, который был секретарем ЦК Украины по идеологии. Он сказал мне, нельзя, это воля партии, надо. Я приехал в Москву, дальше было все, я писал об этом, было Политбюро, меня вызвали туда, я на Политбюро сидел. Политбюро длилось, мой вопрос, примерно секунд 40. Вот есть предложение, ага, спасибо, вы свободны. я вышел, я вышел, и тут же поговорил во все свет, редактором которого я числился, и мне сказали, а ваше дело уже личное, переслали в Москву, а вы уже здесь не работаете. Так я стал редактором огонька, но надо отдать должное, я получил такой прекрасный диапазон для работы, я пришел в такое хорошее время, что, в общем-то, я не пожалел. Дорогие мои друзья, подписчики в социальных сетях, вы все видели, слышали, и я понимаю, что, конечно же, Виталий Коротич, умница, и писатель, я говорю, и редактор огонька милости Божьей, конечно же, не пожалел. И вот об этом я тоже написал и в предисловии вот к этой своей первой книжке, переизданной уже в честь 45-летия Великой Победы команды Динамовского легендарного украинского клуба на европейской арене. И рассказал там о том, как была издана моя первая книжка, как благодарен Виталию Коротичу, и переведенная, повторяю на украинский язык, его предисловие моей первой в жизни книжки. Дорогие друзья, в социальных сетях вообще, подписчики моего Ютуб-канала Арк-ТВ в частности, я от всей души приглашаю вас познакомиться с этим материалом и о Виталии Коротиче, и я дам ссылку послушать его беседу с Дмитрием Гордоном, потому что не секрет, мои близкие очень друзья в Киеве спрашивают меня, да как ты можешь вообще писать о нем, хвалить, ему он в Киеве не рукопожатный, вот есть и такие, но как бы кто не относился к Гордону, с моей точки зрения, как журналист, как человек, который в Ютубе столько сделал уже, и я не сомневаюсь, что в его-то года, совсем молодой, он младше на, по-моему, на пару лет моего старшего сына. Так что у каждого есть своя точка зрения, и я понимаю, что сейчас тяжелейший период войны, и мне об этом, между прочим, сказал и один из моих близких друзей, тоже поэт, он здесь в Соединённых Штатах известный юрист, он сказал, вы знаете, Дэви, это характерно для воюющей страны злоба, ненависть, люди, в семьях происходят разрывы, поэтому я понимаю людей, понимаю их точку зрения, как можно уже третий год вероломной, несправедливой, полномасштабной войны путинских рашистов, террористов, с их уничтожением всего живого, как говорится, и это людей можно понять, и поэтому никому у меня никаких претензий, но я остался благодарен Виталию Алексеевичу Коротичу, которому сегодня, слава Богу, повторяю, очень за много и я об этом искренне написал. А вам, дорогие друзья, в социальных сетях вообще, в моём ютуб-канале в частности от всей души, будьте все здоровы, благополучны, болейте только футболом. Ну, а в мире, как однажды Виталий Алексеевич пожелал и команде, и её болельщикам Киевского Динамо, а он давний и верный болельщик Киевского Динамо, все мячи только в чужие ворота. Искренне Ваш из Филадельфии Деви Аркадьев. Бог даст увидимся, Бог даст услышимся. Пока, пока. Субтитры